Привет, Кавер Проджект! Я Анна Зуева, интерьерный дизайнер. И сегодня я вам расскажу про свой новый объект, который располагается в центре Санкт-Петербурга. Здесь открываются красивые виды на Исаакиевский собор, на реку Мойку, на Новую Голландию. Место действительно уникальное, красивое, в новом клубном доме. Он малоквартирный и имеет очень красивую архитектуру. Заказчика я не видела и не общалась с ним до этого. У нас все было буквально дистанционно. И моя задача была предложить планировочное решение и с этого только начать работу. Квартира была куплена как вторичное жилье. И здесь уже существовала планировка. Были произведены черновые работы. Но так как у клиента было свое понимание и видение, как он хочет видеть эту квартиру, так как квартира командировочная и для приезда в отпуске со своей семьей, то нужно было переиграть и сделать совершенно другое планировочное решение именно конкретно для этих людей. Интерьер создавался исключительно на мой вкус. Потому что технического задания от заказчика у меня не было. Не было представления о том, какой он должен быть, какие цвета он любит, какие формы ему нравятся. Были исключительно пожелания, чтобы квартира соответствовала входной группе нашего дома. И тем самым это служило для меня отправной точкой. Потому что на первом этаже у нас имеется мрамор, имеется лепнина. Видна эта классическая архитектура, при этом дополняется все это очень современной мебелью и светом. И это послужило мне как раз таки концепцией для нашей квартиры. Здесь я использовала достаточно темные, насыщенные цвета, которые имеют теплый оттенок. Мне не хотелось, чтобы квартира была холодная и как-то вообще в принципе ассоциировалась с погодой в Питере. Именно хотелось бы дать цвета, благородство. И за счет разных оттенков, за счет разного шпона, который присутствует в нашем интерьере, и разных видов натурального камня, квартира получилась очень стильная, благородная и очень модная. Здесь пожелание от заказчика было, чтобы мы учли высоты рабочих поверхностей, высоты тумб в ванных комнатах, потому что они достаточно высокие, и нужно было сделать комфортную для них высоту. Также было пожелание в виде освещения умного дома. И мы вместе с компанией «Батлер» вместе разработали именно то освещение, которое требовалось нашему клиенту. В разное время суток срабатывает определенный режим, включается определенный тип освещения, и он меняется согласно световому дню. Это очень интересно, потому что такие сценарии четкие. И я, и в принципе компания, которая делала «Умный дом», они еще такого не видели. То есть человек конкретно знал, в какое время должно у него включаться то или иное освещение. И это действительно круто. Каждое время, даже в этом интерьере, кажется совершенно иная обстановка. Очень интересно то, что, в принципе, квартира выходного дня, будем так ее называть, она командировочная в большей части. И у клиента было огромное пожелание, даже скорее просьба, чтобы в этой квартире было достаточно много книг. У нас имеется много собраний сочинений, как классической, так и зарубежной литературы. Есть альбомы про как раз-таки Санкт-Петербург, тоже разных эпох. И все это собрано в такую красивую гармоничную библиотеку. Мало того, что она визуально привлекает к себе, она и действительно очень облагораживает этот интерьер, делает его таким статусным. Также мы использовали в проекте картины, которые я предложила заказчику на визуализации. Ему было действительно очень важно, чтобы его вот этот вот эскиз, да, его концепция полностью, в принципе, осуществилась. И он действительно прям хотел, чтобы картины были куплены точно такие же, как и, в принципе, на концепции. Также наш декоратор, это Наталья Анафричук, она добавила все это своими работами, которые она видела еще в этом интерьере. И у нас так появилась в гостиной литография в Садне в стиле кубизма. У нас появилась замечательная винтажная работа 50-х годов французским художником Жан Майо. И она настолько это круто вписала в это помещение, что все вот эти вот картины, они между собой стали единым целым. Также мы дополнили наш интерьер скульптурами на постаменте, такая большая, центральная. И она прям берет на себя внимание. И это очень классно, что в каждой зоне у нас есть свои такие арт-объекты. И также у нас имеется арт-объект, работа, которая выполнена по очень интересной технике. Это распечатывается на 3D-принтере форму, которая в дальнейшем красится автомобильной краской. В этом объекте используется гипсовая лепнина. Причем она у нас в принципе достаточно минималистичная. Но при этом, при всем я позволила себе в прихожей сделать такой роскошный элемент в виде большой розетки. Она больше метра. И мне хотелось, чтобы действительно при входе в эту квартиру лепнина показывала статусность этого помещения. И нравится опять же тот прием, что мы везде, в каждой комнате дополнили эту лепнину абсолютно современным светом. На стену с первого взгляда не поймешь, но на самом деле здесь у нас не крашеные стены. Здесь у нас панели Боазари, которые делали нам на заказ для нашего объекта. Панели перетекают из помещения в помещение, создавая такую некую коробочку. Эта работа очень уникальная, потому что делали ее вручную, составляли из разных элементов и привозили уже в разборном виде. Наши монтажники, конечно, совершили здесь колоссальную работу на протяжении практически года. И кухня у нас тоже не совсем обычная. Мы должны были ее растворить в этом помещении. И у нас это получилось за счет того, что, во-первых, она нестандартная. А нестандартная она, потому что у нее имеется часть шпанированных фасадов, часть таких вот винного цвета фасадов, матовой отделки. И также у нас отделяется остров с совершенно другой отделкой, уже с фрезеровкой и в черном цвете. И также было пожелание заказчика, чтобы не было обеденного стола, так как эта квартира, повторюсь, командировочная. И здесь нет необходимости для встречи гостей. В принципе, зоны острова, полубарные. Им достаточно для ежедневного пользования. Моя самая большая, вот действительно моя именно, самая большая любовь в этой квартире, это ванная комната. Они получились настолько богатыми и интересными, со своей вот красотой и напоминающей прям действительно люксовые гостиничные номера. Ванные своего рода получились как арт-объекты. Сложность реализации этого проекта была в том, что заказчик совершенно не приезжал на строительные работы. То есть он приехал буквально один раз в командировке, когда он находился в Питере, посмотреть, как сделали электрику. И все. И больше его здесь не было. И вернулся он только тогда, когда уже начались монтажные работы именно по мебели. И вот здесь, конечно, сердце билось в два раза сильнее, потому что ты не знаешь, какая реакция будет у человека. Ты не знаешь, понравится ли ему выбранный цвет, выбранная фактура, выбранная отделка. И он никогда ничего не говорил. Никогда не делал замечания. Если честно, то есть поначалу я не понимала, где подвох. Но как оказалось, он стал в финал. И действительно ему все нравилось. В общем, счастливая история с счастливым концом. Этот проект я создавала с большим уважением к своему клиенту, потому что действительно человек замечательный для него. Хотелось создавать. Потому что в этой квартире было куплено абсолютно все. То есть он приехал, поставил чемодан, зашел в квартиру. То есть что я имею в виду под тем, что все было куплено? Вплоть до тапочек, постельного белья, полотенец, кухонных ножей, всевозможных там, я не знаю, измельчителей, миксеров, чайников. То есть человек пришел и не думал ни о чем. Он зашел и проводил здесь уже прекрасное время со своей семьей. В общем, была проведена очень большая глобальная работа.